Добрый день! Вы знаете, я к вам, как всегда, с вопросами, касающиеся миссии, потому что, наверное, на наших просторах нет более человека, сведущего в этих вопросах. Наши друзья из эпологического центра Ставрос хотят вести новый курс, называется «Практическая миссиология». Так, минуту, подождите, чуть-чуть. Вы маленько голову поднимите, чтобы от опущенного, вот так. Голову вот так. Так, у нас все записывается, выставляется. Вы не против? Конечно, конечно. Мы уже много раз общались. Говорите, пожалуйста. Да. И вот они сейчас разрабатывают блог, называется «Практическая миссиология». И для этого разослали некий опрос, то есть создали такой, как бы, перечень вопросов. Вот. И я вам, кстати, его присылал в ВКонтакте, но, может быть, не увидели там, или, может быть, нет просто возможности. Я подумал, что есть смысл просто задать их вживую. Какие-то вопросы я уже вам задавал, поэтому, может быть, мы, если повторимся, то просто кратко пройдем, да, а какие-то уже, может быть, и более детально. Можно задавать? Можно. Итак, первый вопрос. Кто должен заниматься миссионерской деятельностью? Все до единого. Все до единого. И насколько... Повторяю. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Да. Ну, вот этот вопрос мы уже просто обсуждали, поэтому дальше пройдем. Второй вопрос. Какие учебные дисциплины должны быть базовыми при подготовке православных миссионеров? Рождение свыше. Это первое. Рождение свыше. И третий этап ее рождения – правильное крещение, чтобы у вас уста не были замкнутые. Для миссионера наивысшее качество должно быть свобода. Где Дух Господень, там свобода. Сегодня свободных миссионеров почти нету. Я вот сказали бы так вот. Вы могли бы назвать полностью свободно? Я не могу никого назвать. Ты отцы. Никто тебя не может отвратить от Слова Божия. Хорошо. А если взять вот... Я понимаю вашу мысль. Я имею в виду, что может быть какие-то дисциплины. Например, допустим, там библиистика. Или, например, там аскетика. Или учение святых отцов. Вот как-то вот... На паче нужно приобретать общение в Духе Святом с Богом. Молитва. У миссионера непрестанная молитва. И всегда должна быть помощь какая-то рядом. Один, чтобы никуда не выходил. Господь посылал учеников в подвое, написано. Один говорит, а другой знает, о чем молиться. Иногда бывают такие моменты, что прямо по тексту сказать нельзя. Момент. Не сегодня, можно завтра сказать. Потому что мы не знаем результат какой-то битвы или чего-то. Просто положиться на Бога. Главное, это любовь к Богу и к Его Слову. Любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот я знаю миссионеров. Мне разницы нет, как они ко мне относятся. Мне важно одно, как он относится к Богу. На сегодняшний день самым лучшим считаю отца Олега Стеняева. Я лично его знаю. Он с Библией в руках говорит. Геннадий Фаст. Вот, у которых я очень близко знаю. Они у меня были здесь, тем более Фаст, так это... Вот, когда в руках у тебя Библия. И толкование святых отцов, в совокупности, все вместе взятое, это блаженный фепилакт. Самое краткое. Вот я издал трехтомник. Вот в этом все. Ты должен знать и каноны, обязательно. Но все это подвергнет рассмотрению во свете Библии. Если не сходится, не бойся сказать. Я подчиняюсь. Вот сейчас вопрос, на меня сильные нападения были. Как сейчас-то надо причащаться? Как? Сколько времени потратить на то, чтобы додуматься до этого? Я не стал думать. Я обратился, в первую очередь, к тому, что говорится в канонах, что говорится в Святой Библии. В Библии только два места об этом говорят. Одно, что необходимо, и второе, что приготовиться достойно. Ни о каком количестве не говорится. Ну, а вот, однако, каноны, соборы говорят, что надо счастье. И кто три подряд богослужения не причастился, его надо отлучать. Ну, выполняйте это правило. Выполняйте. Я считаю, это надуманное правило. Вредное. Но я православный, я его принял. И я вот тут же сразу говорю, поставить под сомнение. Как говорит Иоанн Златоуст. Ни два, ни три, ни десять. Решает все подготовка. Вот что главное из слов Златоуста на толкование послания к евреям. Вы это изречение знаете? К сожалению, так что на память не проведут. Я прямо просчитаю сразу же. Вот при счастье. Сейчас, прямо буквально сразу же. Вот. Как правильно. Если вот это мы возьмем, ну, за основу, то больше спрашивать будет не о чем. Ага, секундочку. Вы тогда говорите. Сейчас, одну секунду. Слушайте. Многие очищаются этой жертвой однажды. Во весь год. Другие дважды. А иные несколько раз. Слова наши относятся ко всем. Не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне. Потому что те тоже причащаются однажды в год. А нередко и раз в два года. Что же, кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды в год, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Не тех, не других, не третьих. Но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают. А не такие не должны причащаться и один раз в году. Беседа на послании к евреям. Ян Златоуст. Чудесные слова. Чудесные. Игнат Тихонович, вы здесь? Я здесь. Прекрасные слова на самом деле. Чудесные. Так вот, я на этом продолжу только скажу. Акаша сказали отлучать. Не могу знать про это. Я знаю, что это абсолютно неправильно. А кто сказал? Это монахи сказали, которые не шли на благовестие. Если ты на благовестие идешь, ты должен быть на вечерне. Ты должен быть на литургии. У тебя времени не будет. Только в храме будешь стоять и засохнешь там. Это писали люди, которые никуда из-за стены не выходили. Вот и весь ответ. Игнат Тихонович, вот подвожу к следующему вопросу. Вот вы как-то вот даже предчувствуете его немножко. В чем вы видите причину слабой развитости миссионерского движения в православии? И что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Причина-то одна. Мертвый не может говорить о живом. Нет рождения свыше. А вот так. Вот об этом хорошо, очень хорошо. У Златоуса сказано, близких ему, таких, которые рядом, Василий Великий, которые вышли на проповедь. Люди не знают, что делать. Они просто не знают. Уверовал. И по этому кругу теперь постоянно и ходят. Занаряжен на каждый день. Я отстоял. Я это научился делать. Это внутреннее побуждение, как Иеремия. Говорит, я хотел молчать, но внутри меня как разлитый огонь. Вот этой жажды у тебя нет, ты проси. Нигде в Библии нет такого, что просящим откажет. Нигде. Я еще раз повторяю, что у меня нет никакого религиозного образования. У меня есть одно качество. Я люблю моего Господа. Я это получил в первый день, когда покаялся 53 года назад. Я не стал спрашивать, как благовестовать. Я в этот же вечер начал благовестить на корабле, где работал. Я не хотел этого. Я знал, я потеряю все. Советское время. Что спрашивает? 62-й год. Самый разгул хрущевской реакции был. Сажали священников пачками. Половина храмов была закрыта в это время. Я этого ничего не хотел знать. Баптисты отделены. В это время отделились и материалы распространять. Я посчитал хорошие. Тут же я начал помогать распространять. Это тюрьма. Я никогда не думал об этом, что тюрьма. Мой Господь сказал. Я ответил. Слушай, трап твой. Я эту фразу повторяю каждый день около 10 раз на молитве. Почему хватился так поздно патриарх Кирилл? Надо менять тактику. Менять тактику? Как? Выходить на распутье? Так вы, это надо самому сначала показать. Я на эту тему беседовал с Гедеоном, с Тавропольским митрополитом, потом Докухин. А он вот такой вот сидит с таким вот. Я вот так по животу-то. Почему не идешь в месте благовестное? Ну, ты видишь, я какой. Да это не ответ какой. Любовь все сгладит. Я видел такие вот с такими пузырями, животами были. Вот, со мной в камере. В течение двух недель ничего нету. В рот ничего не берут. Ты только начни, и Господь поможет. Господь помогает трудящемуся. Если ты начинаешь. Вот почему патриарх Алексей II говорил слово, нам нужно переформатировать сознание народа. Вообще здорово сказано. Это, ну просто здорово. Но как? Он опять же не говорит. Почему Павел не боялся пойти? Почему митрополиту, когда он был в Смоленске, Кирилл, не взять было посох и не пойти, как иеговисты? Ну, почему не прошел один квартал хотя бы? Все это заснять и показать. Смотрите, наш патриарх вышел. Я все время говорил, вот мне задавали вопрос. Ну, вот вы все знаете. Ну, вот вы бы патриархом были. Что сделали? Первое, что сделал было. Закрыл все строительные храмы. Не строить. Высвободишься деньги, рассчитаться с банками. И сразу же все бросить на издание Новых Заветов. И смотри, патриарх Кирилл вдруг издает красные эти четыре Евангелия. И по всей стране разослали. Это впервые. Потому что православные ничего бесплатно не делают. Значит, он уже начинает что-то понимать. О нем надо усилить молитву. Кстати, Игнатий Тихонович, хотел спросить тут недавно. А вы слышали о новом переводе библейского общества, который вот совместно с адвентистами с него дня, там они перевели какой-то залогский, по-моему. У меня все эти переводы есть. Повторяю, все есть. Я никогда друзьями не буду считать людей, которые какие-то переводы делают. Я абсолютно стопроцентный защитник синодального перевода. И в течение одного часа докажу, что кто занимается новыми переводами, они ничего не знают из синодального наизусть. Вот так легко пойти на другое. Это вульгарность. Синодальный перевод один из самых лучших в мировой практике. Я просто прошу, если у вас будет время, может быть, выделите, да, и возьмете, пройдетесь, да, с одной стороны вот их перевод, и с другой стороны наш. Если будет у вас время такое, буду очень благодарен за это видео. Если вы разберете там разные какие-то... Нет, я не буду. Я начинал с Касьяна, епископ Касьян, когда перевод его был в то время Нового Завета. Вот эти, которые переводы, все даже не хочу и читать. Все они переводят... Ну ладно, но Аверинцев Сергей знает язык. Ну как он знает его? Я все время ставлю пример беседу свою с Александром Менем. Еврей природный. Епископедические знания. Но когда я его спросил, вы могли бы переводить как Хвольцин, Давид Аврамович, он отшатнулся от меня, вот так сидели, он отшат, да вы что, да конечно нет. Нет, таких переводчиков просто нету, как Павский Герасим Петрович. Я не буду даже называть новых, которые, они сами себя уследятся, если я вам покажу отдельные моменты, где они говорят. Тот пренебесный перевод, притом дореволюционный, все патриархи его издавали, за границей, католики, баптисты все время его издают. Да зачем дальше выходить, вышибать, спорить о чем? Надо работать. Если я знаю 1800 мест наизусть в Библии, то мне одно место не так уже не проходит. Не проходит. Мы в нашей беседе говорим, и на самом деле я смотрю по вопросам, у меня которые вот есть, уже на многие на самом деле ответили, но я на всякий случай попробую озвучить. Вот еще один вопрос. Назовите современных православных миссионеров, чей опыт вы считаете нужно популяризировать? Я ответил, который сейчас, который я знаю. Ни одного замечания я не делаю отцу Геннадия Фас. Потому что он далековато и там. А отец Олег, когда говорит даже о крещении, и то лукавит. Он правильно все говорит, и надо крестить. Но если он моченый, перекрещивать нельзя. Да нет перекрещивания, он был обманутый-то. Он опять вернул в сторону, а что, как бы его не задели. Почему? А он меченый уже. Он был в зарубежной церкви, да и притом рукополагал его русанцев, Валентин-то. Он ко мне приезжал сюда. У него очень авантюрный характер. Он предлагал самый главный храм отбить. Я говорю, ты в уме или нет, Олег? Где? А теперь пошел на это, он все время знает, что у него там есть. Это как поврежденные масонами. Таких ставить, чтобы всегда было за что зацепить, за хобот. Он должен однажды перешагнуть эту черту, не угождать ни патриархии, никому. Вот у него изъян этот он все время делает с оглядкой. И посмеивается там, где плакать надо. Это мне не подходит. Вот он как в Чечню ездил, и как поняли, с такой мордой настоящий поп красный, пьяный сидит. Пропустите его, это никакой не поддельный поп, то и хохочет сидит. Нельзя тут плакать надо, что такой у тебя вид пузырем. Миссионер должен быть другим. Это человек, который пешком может идти по 70 километров со скаткой, как солдаты Суворова. Хорошо, дальше давайте попробуем. Что такое миссионерская литература и чем она отличается от немиссионерской? Приведите название книг, может быть, и которые вы считаете миссионерской. Журнал «Ревнитель». Ревнитель, запишите его. Дореволюционный. Его автор Кунцевич Лазарь. Он был казнен коммунистами. Лучшего материала я просто не знаю. Ну, если не считая там какие-то неправославные. Я слишком много их считал, но нам нужен православный, чтобы он во всем стоял так, как есть. Соблюдение канонов, церковного чина, все. Лучшего не знаю. Это примерно годовая подшивка 1400 страниц большого формата, как журнал «Огонек». Я его где-то раз 5 или 7 законспектировал. Пока полностью не запомнил. А сейчас она есть где-то в общем доступе? Как это? Не знаю. Не знаю. Мне его давал Ульянкин Петр Михайлович, пресс-митер-баптистов в городе Пензе. Хорошо. А чем отличается миссионерская литература от не миссионерской, скажем, а просто какой-то там духовной? Ну, одни только просто для познания, а другие для того, что нужно знать. Вот у меня, допустим, 30 томов вышло открытым оком. Вот первое, это я схлынул основные вопросы. Второе, это противосектантское. Миссионер, это, он беседует с разными направлениями. Никаких конфессий нет. Есть истина, есть ложь. Третье у меня, как образовать общину. Это все миссионерское. Он должен знать каждый стих. Знать, что выделить в стихе. И четвертый том у меня идет о том, как работать с людьми. Какие? Я их, допустим, разбиваю на 24 категории. Даже психологи и те удивляются. Но у нас и то меньше. Но первое, это человек не верит в Бога. Как с ним разговаривать? И я подхожу. Главный стих Библии, на чем остановиться? Главный стих. Второе, не верят, что Библия – Слово Божие. Третье, не верят, что Бог принимает любого. Четвертое, говорит, я пробовал, не получилось. То есть, вот какие загвоздки есть, как с ними беседовать? Я его должен в определенную ещейку сразу как бы занести и уже понимать, чем его кормить. И постепенно подводить его к главному. Это у меня все на форуме есть, выставлено. Вы, можно сказать, вообще предвосхитили следующий вопрос. Я просто его озвучу, потому что, как бы, можете ли вы привести название книг, которые будут полезными для миссионерской работе с теми или иными группами населения? Ну, я думаю, вот ваш предыдущий ответ, он, в общем-то, полностью на это... Ну, как-то неудобно говорить, что мои. Я скажу, что равных к моим книгам пока нигде не было и не будет. Почему? Потому что они написаны в абсолютной свободе, сознанием всех сектантских течений, с искренним обращением. Вы просто зайдите на наш сайт и посмотрите ереси, миссионерства, там, проповедь. И вы, когда будете считать, вы поймете. Ответы такие никто не даст. Они обязательно за что-то цепляются. Это не мое. Мне Бог дал, я сказал и отошел. Я сейчас считаю и сам учусь на этих ответах. Повторяю, ни разу, нигде в жизни я не отвечал с приглядом к кому-то. Вот я в университете веду занятия, у меня там и КГБшники, и администрация. И вопросы провокационные. Я обязательно отвечаю, как есть. И даже не знаю, выйду арестован или нет. Для меня это не существует просто. Ну, сейчас, хорошо, сейчас. Ну, я сейчас нужно заканчивать, но я быстро последний вопрос задам, который... Так, вот так вот. Есть ли потребность в создании миссионерских общин? И если да, что они из себя должны представлять? Скажите, а что вы включаете в общину? Ее нельзя создать просто. Если бы люди были не женаты, как монашеские у католиков называется орден, тогда можно. А так никак не создать. Ну, сейчас хорошо. Ты сейчас хотела, там жена тебя ждет. И все кончилось. Она крикнула, распустила волосы, договорились уже. Ну, и кончилось. Битва откладывается на один час. А за это время помощь подошла к осажденному городу. Я рассказываю из рассказа. Он ее любил, она красавица, вот как твоя жена. Ну, и уходит на битву, а договорился с ней, ты не изменяй. Она говорит, хорошо. Но если ты увидишь, что я распустила волосы, знай, я тебя жду и люблю. Ну, он только на коня садится в доспехах-то, застверкали на солнце его доспехи. Она вышла на кресло, как увидела, так и ахнула. Она мигом распустила волосы. Он говорит, битва откладывается. У меня другой враг пришел, говорит, надо победить. Геннадий Тихонович, спасибо большое, что вы уделили немного времени. Может так скомканно, но в принципе все основное, как бы что бы хотел, так пробежались. Если бы нужно было вести, я бы с удовольствием взялся вести курсы. Вот тех, которые хотят быть поистине слугами Божьими. А слово миссионер-то они не знали этого. Главная твоя любовь. Любовь к Богу, к Слову Божию, делает миссионером, даже он сам того не знает. Я на всякий случай вам сейчас в скайп тоже скинул список. Если будет желание, пробежитесь глазами, что там не договорил. Еще раз большое спасибо. Христос воскресе. Воистину воскресе. Субтитры сделал DimaTorzok